срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта моя специализация joomla и wordpress для тех кто не знает на моем сайте официальном федор васильев . ком сейчас главная страница перед вами у меня есть базовый бесплатный курс поджума 4 давайте сюда еще раз перейду посмотрим уже больше года прошло как я выпустил курс поджума 4 начиная с 400 версии то есть как только вышла стабильная версия сразу приступил к записи видео курса базового видеокурса поджума 4 с тех пор произошли интересные обновления на джумла которые привлекли мое внимание и о которых я хочу рассказать в этом видео многие возможности в джумле 426 для вас будут для многих будут скорее всего интересно то есть это дополнительное видео к вот этому основному курсу который я записал ранее давайте взглянем на дыма сайт данный момент записи видео сейчас последняя актуальная версия 426 джума и первое с чего начнем мы с вами разговор это с планировщика задач теперь в джума 4 есть встроенный планировщик задач или крон давайте перейдем система вот в этой колонке здесь есть планировщик задач как это работало раньше и как это вообще с чем это может взаимодействовать например вы используете сторонние расширение на джума это может быть и семейлинг это компонент мл рассылки то есть это введение мл маркетинга это может быть akiba backup то есть это резервное копирование то есть там тоже в компоненте можно настроить планировщик чтобы по заданному времени происходило резервная копия вашего сайта соответственно с и семейлинг например отправлялись вашим подписчикам информационные бюллетени с заданным временем или например компонент комментариев которые я использую на своем сайте на федор василь в точку ком когда человек оставил комментарий мне уведомление приходит на почту то соответственно этот компонент дает специальную ссылку для get запроса и раньше мы использовали хостинг то есть мы обращались на хостинг где нужно было специальную ссылку разместить настроить и только после этого у нас работали автоматически эти процессы теперь это можно сделать внутри сайта джума давайте посмотрим нажмем здесь создать задачу здесь представлены разные задачи многие из них специфичные скорее всего возможно вы пользуется ими не будете здесь вот на русском есть всякие подсказки и самый распространенный запрос который скорее всего будет использоваться как раз он будет использоваться и для компонента и семейлинг и для акиба backup и для компонента комментариев и для любых компонентов вообще которые используют дают возможность использовать get запрос то есть даю ссылку специальную для вот автоматизированной отправки каких-то уведомлений на почту вот он здесь отправка запроса get давайте сюда нажмем здесь заголовок произвольное например это будет отправка писем и семейлинг если вы используете его здесь также для себя называется потому что вы можете здесь создать разное количество get запросов для разных компонентов то есть теперь не надо обращаться к хостингу это можно настроить здесь скажем смотрите если у вас и семейлинг и вы отправляете email рассылки вашим пользователям у вас уже тысячи подписчиков к примеру разом надо отправить им одно письмо если вы используете обычный хостинг хостинг вас не пропустит отправить сразу все письма всем тысячам скажем сразу у него скорее стоит ограничение вот у меня это было моему 200 писем в час насколько я помню каждого хостинга может быть по-разному это надо будет уточнять у хостинга и тогда для этого если у вас такая же задача стоит правило выполнения интервал надо задать в часах то есть интервал отправления и здесь ставите два часа допустим то есть отправил 200 писем автоматически прервется точнее не в два часа в час у меня в час там пом 200 писем в час через час отправится еще 200 писем через час еще то есть вы нажмете только один раз отправить растянется конечно это по времени вся эта отправка писем но здесь уже другой вопрос если у вас много подписчиков тут либо покупать какой-то очень мощный хостинг дорогой или сервер где разрешается отправка сразу разом всех писем дальше ссылка на запрос это вот как раз таки ссылку вы получите от самого расширения компонента эйси мэйлинг и любого другого компонента он прям просто предоставит ссылку вы просто скопируйте вставить ее здесь тайм-аут запроса 120 можно оставить по умолчанию вот к примеру зашел в админку своего сайта у меня сайт еще на джума 3 но это неважно вот у меня есть форма комментариев очередь почты вот компонент дает ссылку видите специальную и вот каждый компонент будет давать вот такие ссылки то ли это будет компонент отправки писем эту ссылку я использовал через хостинг а теперь как я уже говорил это можно использовать через встроенный механизм get запроса сама джума 4 вот я вставил здесь здесь эту ссылку к примеру дальше дополнительные параметры приоритет здесь читайте всегда по-русски подсказочки я здесь оставляю все по умолчанию если нужно лагировать действие можно включить уведомления какие просто читайте какие нужно какие не нужно включайте отключайте и по сути как бы все здесь есть такой момент как кнопка видите выполнить можно вручную отправлять конкретный get запрос у меня это отправка комментарии нажимая на эту кнопку это тоже можно настроить здесь выбрать только вручную и сохранить то есть если только вручную выбрали тогда надо будет нажимать вот на эту кнопку и соответственно вот это тут будет такой список разных запросов если у вас такой мощный сайт и вы используете разные компоненты где нужен крон да то есть какие-то автоматическая задача рассылка писем там и так далее следующее обновление о котором мы с вами поговорим переходим система коснулись шаблонов перехожу шаблоны сайтом теперь в joomla есть свой механизм создание дочерней темы что такое дочерняя тема это возможность на основе шаблона создать копию этого шаблона если вам нужно вносить какие-то css изменения на сайт для изменения внешнего вида на сайте и так далее то это можно будет делать дочерней темы и не бояться того что если шаблон обновиться ваши наработки вдруг слетят если мы с вами бы про просто прошли и внесли изменения например в папке css конкретный шаблон и когда этот шаблон обновиться все оба у нас слетела теперь есть встроенный механизм в самой джумле создать дочерней темы но есть некая ситуация что не все шаблоны поддерживают этот механизм сама джума я думаю что это временно вот например сейчас есть шаблон популярный бесплатный helix у него к сожалению нет возможности создать дочернюю тему то есть это уже зависит от разработчиков самих этих шаблонов то есть нужно я думаю дождаться рано или поздно они обновлятся и шаблоны с возможностью создавать дочернюю тему но встроенный шаблон к себе есть эта возможность создать дочернюю тему вы переходите вот по ссылке редактировать к себе пиву здесь появится кнопка создать дочерний шаблон имя я напишу тест наверное по-русски писать здесь не стоит я честно не пробовал но наверное нежелательно только латинские буквы нам предупреждает буквы цифры символы символы подчеркиваем после этого нажимаем создать дочерний шаблон дочерний шаблон успешно создан давайте закроем что происходит здесь это основной шаблон вот здесь ниже появляется видите к себе у нижняя подчеркнет тест 1 то есть теперь если вы шаблон к себе к себе используйте как свой основной по умолчанию и вам нужно внести какие-то css справки стиле то вы заходите редактировать именно тест и соответствующую папку css структура у нас пульта тоже меняется в отличие от к себе его родители до данной темы также здесь можно создать файл имя например это css и нажимаете создать создается файл можно сразу заранее указать папку в какую поместиться структуре дочерний дочернего шаблона ваш созданный файл и там вносить правки допустим для на практике я не пробовал будет ли применяться стиль или нет но это надо все смотреть пробовать теперь уже есть возможность создавать дочерние темы это значит что наш код слетать не будет и можно не прибегать к сторонним плагином как я раньше это рекомендовал бесплатный плагин который позволяли как раз таки вот этому css коду не слетать и применяться теперь этот плагин в принципе нам будет не нужен но опять же шаблоны не все поддерживают вот эти изменения джума следующее изменение коснулись контента она называется проверка доступности это возможность для людей с ограниченными возможностями то есть инвалиды по зрению допустим как это проверить где это работает то есть вы пишете статью то есть создали статью сохранили ее и вот здесь вот есть такая вот крок кнопочка проверить доступность если мы не нажимаем во всплывающем окне будет показано предупреждение то есть показана ваша же статья с такими значками при наведении мыши на которые будет показана ошибка то есть что вам нужно сделать исправить чтобы тот или иной элемент на статье был в рамках этой доступности и нам вот тут подсказочка да не найдено описание изображения если изображение передает важную информацию пожалуйста добавьте описание то есть это такое серьезное нарушение есть вот такие вот желтые значки предупреждения пожалуйста убедитесь что вы предоставили субтитры для элементов видео вот у меня видео добавлено и вот здесь вот есть вот такой подсказочка такая вот где вы можете переключиться и например смотреть какие-то не все моменты то есть вот так вот мы отключаем чтобы конкретный какой-то момент посмотреть то есть темный режим темного режима у нас тут нет дальше читаем из текста он будет подсвечивать конкретный момент ссылки статья у меня небольшая поэтому здесь вот всего два предупреждения вижу у меня был конкретный видео урок про доступность на джумала есть специальное расширение очень крутое которое позволяет вообще включить на сайте чтобы можно было включать там и темный режим и такой режим я подскажу вот на моем сайте если кому интересно плагин джума 4 для людей с ограниченными возможностями то есть если вы вообще у вас уклон вашего сайта что вам нужно предоставить механизм на сайте чтобы человек мог сам включить себе комфортное отображение для глаз чтобы читать ваш сайт то нужно установить она платно это расширение вот это расширение то есть как его настроить я здесь в этом видео рассказывал также если необходимо вы можете на фронтальной части сайта вывести кнопку проверка доступности давайте посмотрим перейдем панель управления плагины в поиске просто написал доступно заходим внутрь он включен но вот здесь он не включен то есть если вы его не используете то лучше на вообще его отключать здесь зайти прям специально отключить но если вам нужен включаем сохранить идем на фронтальную часть сайта обновляемся видите появляется вот такой значок и сразу показывает ошибки то есть это будет доступно на всех страницах всем пользователям например не найден заголовок уровня h1 заголовка можно также тоже здесь это посмотреть параметры все включить то есть он конечно же отличается этот плагин встроенный вот видите даже подсвечивается восьмерочка восемь предупреждений это на этой странице то есть на каждой странице будут свои предупреждения он видите сразу он подсвечивает и сразу показывает вот это если вы просто настраиваете сайт под доступность каждую страницу каждую статью то да этот инструмент он видите нет ошибок то есть тот плагин который платный я рекомендовал он немножко действует даже кардинально вообще искал по-другому вот такой же значок человечком выводится но по клику на этого человечка всплывает окно и он дает просто человеку возможность увеличить шрифты сделать темный режим сделать монохронный режим то есть делает вот как раз то что нужно а здесь по идее вы вручную должны сайт свой настроить для так сказать проблемного зрения и потом вот этим инструментом только проверить все ли правильно настроена то есть этот достаточно сложно установив же платное решение которое я вот здесь вот предлагаю вам не надо возиться со всем сайтом вы его настраиваете ваш сайт просто обычно как для всех людей потом ставите это расширение и это расширение автоматически сама будет перестраивать сайт вот для проблемного зрения вот так скажем далее я просто этот плагин здесь отключаю также обратите внимание что в панель управления в общих настройках если например вы смотрите какие-то опции вам непонятно вы можете включить подсказки просто нажав на кнопку и под каждым полем на русском языке есть подсказки вроде как это работает пока не на всех вкладках но я думаю что рано или поздно это будет включено везде вот так вот видите без подсказок например отладка языка вы не знаете что это такое здесь будет теперь подсказочка если вы в своих статьях используете текст на разном языке ну допустим пишите а потом какой-то текст обязательно у вас ставлен на другом языке то теперь в джумала это можно пометить фрагмент текста на английском языке что это текст на английском языке как это можно сделать то есть если вы используете встроенный редактор тени mc вот этот вот то по умолчанию эта возможность выключена давайте перейдем в плагины найдем этот плагин тени mc я перехожу панель управления дальше плагины состояние включено и тип editors выбираем вот он видите тени mc заходим в настройки обязательно убедитесь что здесь вот есть наборы набор 0 инструментов инструментов для группы пользователей вы как супер юзер вот видите супер юзер это я этот набор будет для администраторов потому что ранее я в руках говорил что можно будет настроить разные наборы для регист зарегистрированных пользователей это те пользователи конечно если вы дали доступ для этого редактора там publish вот убедитесь что редактор выбран для супер пользователей то есть вот этот редактор то что вижу я при создании редактирования статьи вот здесь панелька выше это те инструменты которые например некоторых могут могут не быть здесь например вот о чем я говорил здесь появляется земной шарик language я просто зажимали кнопку мыши и перетаскиваю в панельку на свой редактор после этого уже здесь будет доступен вот это земной шарик в режиме редактирования или создания статьи далее спускаемся вниз настройки здесь вы найдете языки фрагментов здесь нужно добавить эти языки то есть те языки которые вы будете использовать то есть помечать часть текста языка который вы используете в своих статьях по плюсу добавляем поле пишем например русский но если вы будете русский помечать код языка пишем ru плюс и добавляйте сколько вам нужно после этих манипуляций нажимаем не забываем сохранить закрыть после сохранения возвращаемся в статью помечаем текст если эта часть текста английская у меня в данном случае весь вот этот текст на английском выделяем далее у вас будет если суток от свернута нажимаем на эти точки находим земной шарик и выбираем соответствующий язык английский и после этого видите этот текст будет помечаться как пометочка е н видите английский язык следующие изменения коснулись быстрым доступом или горячими клавишами в панели управления вы можете наблюдать появилась вот такая вот скажем опция которая вызывает список горячий клавиш какие сейчас есть нажатием gx но здесь нужно понимать как это работает если мы зажмем джей потом x у нас ничего не произойдет нужно нажать джей отпустить джей потом нажать x тогда всплывет окно давайте попробуем джей x нажимаю здесь мы вызвали только лишь окно которое показывает нам какие сейчас на момент запись этого видео существуют горячие клавиши быстрого доступа да давайте рассмотрим на примере вот создание это может быть создание меню создание поле создание статьи но находясь здесь то есть джей н я не смогу ничего не видеть потому что система должна понимать она не понимает что я хочу создать поэтому нужно находиться сначала там где мы хотим что-то создать например статью то есть не нажимаю на кнопку создать я нажимаю сначала джей потом м у меня вы видите открылось создание точно же самая горячие клавиши будет действовать для создания полей или создание меню и для любого создания в джумала здесь вот который только может быть не знаю относится ли это сторонним расширением используете его компонент интернет-магазина или другие будет ли там работать скорее всего наверное не будет а может быть и будет это надо уже смотреть джума 42 появилась многофакторная аунтификация пользователей давайте пройдем сначала в пользователи в настройки здесь есть соответствующая вкладка настроек mfa появились также специальные плагины давайте посмотрим плагины многофакторной аунтификации до на усмотрение которое вы можете настроить код подтверждения от некого сервиса и код подтверждения на почту также в настроек каждого пользователя появилась вкладка многофактора аунтификации через разные сервисы то есть я зашел сейчас в свой профиль как администратор и хочу настроить доступа аунтификации когда я вхожу в админку сайта то есть то есть скажем усложнить задачу взлома именно моего аккаунта на моем сайте допустим возьмем вот этот самый верхний способ код подтверждения нажимаем добавить код подтверждения для этого на ваш смартфон устройства установите например бесплатное приложение google аунтификации или другие варианты я установил google аунтификации дальше сейчас я своим смартфоном сканирую вот этот код на смартфоне появится код который я веду вот здесь в ниже и таким образом я настрою вход в свой аккаунт на этот сайт через google аунтификации и так на своем смартфоне я открываю приложение google аунтификации у меня появляется окно сканирования qr-кода я навожу на экран у меня появляется код который я ввожу вот здесь причем надо успеть это сделать и нажать сохранить добавить аккаунт далее здесь будет сообщение многофакторная модификация включена если в какой-то момент решите этим не пользоваться отключить то здесь вот кнопка отключить дальше смотрите важный момент резервные коды позволяют войти на сайт если по каким-либо причинам не работает основной метод многофакторной модификации к нему нет доступа каждый резервный код является одноразовым то есть смотрите что нужно сделать так сказать подстраховаться резервные коды открываем нажимаем вот они здесь у вас свои уникальные вам нужно все их сохранить где-то очень далеко на флешке то есть не держать даже на компьютере потому что вдруг на компьютере у вас нет защиты интернет security касперский либо доктор веб либо другие либо вдруг какой-нибудь просроченный там касперский или просроченный вообще не защита тогда нет смысла держать это на компьютере да все равно могут доступ получить я сохраню лишь один вот сейчас чтобы проверить и показать вам как это работает то есть допустим у меня нет доступов сейчас входа через приложение google аутентификации и давайте посмотрим как это работает вот сейчас включенные аутентификации вот я хочу зайти в админку сразу приготовил смартфон открыл приложение google аутентификация потому что каждые 30 секунд код меняется в приложении то есть я ввожу свой логин и пароль который был но на сайт я не могу войти возникает специальное окно я должен сейчас на самом смартфоне в google аутентификация увидеть код уникальный свой вот сейчас я увижу и должен здесь за 30 секунд успеть его внести 289 и нажимаю подтвердить если код верный я вхожу на сайт теперь рассмотрим ситуацию когда нет телефона под рукой или приложение не работает и не дает вам код но вы сохранили резервные коды для этого мы не вводим код сюда мы выбираем выбрать другой метод вот здесь вот появляется резервные коды нажимаем резервные коды вставляю резервный код войти я также вхожу успешно с резервным кодом но только обратите свое внимание зайдем в пользователи зайду я в свой аккаунт на вкладку многофакторная нотификация здесь и дата как раз когда я вошел нажимаю резервные коды обратите внимание одноразовый код я использовал его здесь больше нет запасе у вас есть еще учтите этот момент очень круто и понятно я считаю здесь все устроено за тестовый сайт поэтому здесь я отключу эту аутентификацию также в обновлении в любом месте на джумала где есть какие-то списки вот скажем пользователи да тут есть имя логин включен ли он активирован ли он и так далее здесь теперь есть вот возможность если вас там маленький экран например что-то не отображать например данные вам не важны там даты входа на сайт вот дата входа на сайт убираем и колонка сокращается и больше будет вмещаться можно хоть все здесь отключить это может быть везде зайду я в меню такое же тоже есть зайду я в материалы можно теперь хоть все здесь подключать таким образом до высвободите больше места если у вас здесь что-то не умещается следующее обновление коснулась медиаполям например при создании статьи если вы используете эти поля изображения вступительного текста изображение полной статьи то не обязательно теперь выбирать изображение с компьютера да это рекомендуется конечно загружать изображение в медиа менеджер и использовать но если представлена ситуация что нужно вставить быстро изображение со стороннего сайта то вы можете просто получить картинку правой кнопкой мыши до копировать адрес изображения с другого сайта я взял просто ссылку целиком проставляю здесь нажимаю сохранить и она даже здесь отображается то есть теперь такая возможность есть вот так уставлять ссылки на изображение с другого сайта следующее нововведение в общих настройках система самом низу появилась отслеживать метод данные сессии посетителя если вы не используете регистрацию вход на сайте то есть у вас нет возможности такой зарегистрироваться на нашем сайте то рекомендуется это отключить это снизит нагрузку на сайт следующее обновление коснулось встроенного компонентов джума 4 это умный поиск о котором также у меня был урок здесь в настройках основные появилось новое так сказать аранжирование сайта это содержащие запрос в любой позиции то есть это просто дополнительный выбор возможно он будет более точно более правильно работать на вашем сайте то есть когда будет человек искать что-то на вашем сайте на этом здесь все надеюсь вот для вас видео было интересным и полезным если у вас есть какие-то вопросы к относительно этого видео я жду комментарии под этим видео ваше мнение а на этом я с вами не прощаюсь и мы с вами увидимся очень скоро новых видео пока пока друзья удачи Субтитры сделал DimaTorzok